МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Импульс Севера» в студии Михаил Керченко и мы начинаем обзор главных событий дня. В этом строительном сезоне на Ямале отремонтируют рекордное количество дорог. Вместо запланированных 88 километров приведут в порядок 106. Для этого выделили дополнительное финансирование. Такое решение принял глава региона Дмитрий Артюхов с учетом заявок от муниципалитетов. Также бюджет увеличен и на закупку 27 единиц техники и 16 теплых остановок. Все работы будут вестись комплексно. Поменяют дорожное покрытие, инженерные сооружения, освещение, сделают ливневки и построят тротуары там, где их не было. В приоритете города-юбиляры – Новый Уренгой и Ноябрьск. В Новом Уренгой порядка 30 километров дорог будет в активной стадии. На самом деле даже я предвижу, к сожалению, определенное количество жалоб от жителей. Придется сезон с этим это пережить, потому что, когда смотрели с главой города план закрытия дорог, видно, что будет дискомфорт, будут пробки, будут определенные ограничения. Но это позволит нам в 2025 год войти, конечно, уже в совсем другом состоянии дорожного полотна. С 18 мая продолжится реконструкция улиц Магистральной и Геологоразведчиков. Будет обновлено дорожное полотно, инженерные сети, освещение и тротуары. На Магистральной во время ремонта организуют движение по полосам. На улице Геологоразведчиков будет закрыто движение на участке от проспекта Ленинградского до Молодежной до середины июля. Эта территория заметно изменится. Возле центральной городской больницы появятся дополнительные парковочные места. Планируется стоянка и там, где расположена аптека-сканер. Также будет отдельный въезд в больницу и примыкание проезду между станцией скорой помощи и больницей. Большое внимание уделено организации дорожного движения в части разделения транспортных и пешеходных потоков. А теперь о происшествиях. Сегодня в 12-м часу дня загорелся дом на Сибирской. Это расселенная деревяшка. Звонок в МЧС поступил в 11.45. На момент прибытия пожарных вовсю горел второй подъезд. Пожарные делали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. В 14.28 открытое горение было ликвидировано. Всего повреждено почти 600 метров площади здания. В тушение пожара принимали участие 26 человек и 8 единиц спецтехники МЧС. Погибших и пострадавших нет. Другим темам. В Новом Уренгое в рамках проекта «Герои Ямала» прибыла Татьяна Марченко. Свою карьеру на Ямале Татьяна Ивановна начала в 1985 году. Трудилась в библиотеке, потом в филиале Тюменской областной картинной галереи. 30 лет она руководила Новоуренгойским музеем изобразительных искусств. Гостья уже проехалась по городу, увидела, как он изменился, посетила родной музей, а также встретилась с заместителем главы администрации города Стасом Чернавских. Говорили об объектах, которые возведут в Газовой столице к предстоящему юбилею. Так 50-летие построит большой культурный центр. В нем появится концертный зал и библиотечно-музейное пространство. Музей будет располагаться на втором этаже. На первом этаже будет располагаться художественное отделение Детской школы искусств Мини-Рахманина. Именно художественное отделение. То есть акварель, рисунок, масло, скульптура, графика и все. То есть они даже сейчас еще расширяют направление. Центр эстетического развития «Газпромдобыча Оуренгой» отметил 30-летие. Театр, иностранные языки, хореография, вокал, художественная гимнастика, рисование в центре занимаются дети от года до 17 лет. На день рождения центра пришли друзья, коллеги, благодарные воспитанники и выпускники. Продолжение темы далее. Гарри Поттеру и другим юным волшебникам такое даже и не снилось. Это просто серверс какой-то. Школа колдовства, творчество, искусство и добра. И четыре магические стихии, которые вот уже 30 лет помогают педагогам Центра эстетического развития дарить волшебство новоуренгойским детям, развивать в них разносторонние таланты. Мы обладаем всеми этими магиями воды, потому что мы постоянно движемся, мы постоянно что-то новое придумываем, воздуха, потому что мы настолько легки на подъем. Каждый, ведь каждый наш педагог приходит к нам в свой законный выходной для того, чтобы дарить нашим детям знания. Конечно же, стихия огня – это наши сердца, это наша доброта, это наша любовь, это преданность нашему делу, то, без чего мы не можем не существовать тогда, когда работаем и когда отдыхаем на пенсии. Для нас это жизнь. Сегодня здесь самые талантливые и одаренные чародеи – педагоги Центра эстетического развития, художники, музыканты, театралы, языковеды и те, для кого ежедневно творится магия. Маленькие ученики и их родные. Много лет уже вожу детей своих, внуков в этот центр. Первый внук уже в 10 классе, в 3 классе, девочка маленькая. Все выходим в этот центр. Удивительный центр. Центр добра, центр красоты, центр счастья. День рождения Центра – это действительно магический праздник. Вооружившись волшебными палочками и читая хором замысловатые заклинания. Огнедуз, запомнили? Тогда все вместе. Найгатуз, потуз, огнедуз. Друзья, ничего не бойтесь, мы их всегда учимы быть смелыми и ловкими. Поэтому мы с легкостью справимся. Скорее вставайте со своим местом. Центр эстетического развития стал родным для многих новоуренгойских семей. Так, например, семья Щегловых. Андрей и маленькая Катюша ходят на занятия сейчас, а Паша и Кирилл уже выпускники. Поздравляю Центр эстетического развития, всех педагогов, лучших в нашем городе, одних из лучших педагогов нашего города с праздником. Им огромное спасибо. Раскрыть таланты воспитанников – задача уровня высшей магии. Нужно найти каждому малышу волшебный ключик, увидеть, распознать, почувствовать способности и приумножить их. Я работаю с двухлетними детьми. Каждый урок – это должен быть праздник и успех. Я детям разрешаю все, мазать все красками, получать удовольствие от красок, руки вымазывать, столы. Это просто вот для них это удовольствие. 30 лет по волшебным меркам – это еще не возраст, это только начало сказочного пути. Впереди у Центра много планов и задумок, и они обязательно воплотятся в жизнь. Медиапроект «Первый Уренгойский» специально для информационного агентства «Импульс Севера». Подтверждение прокачки профессиональных навыков получили медийщики «Нового Уренгоя». Обладателями сертификатов о прохождении серии мастер-классов от специалистов международного канала «Раша Тодей» стали 54 человека. В апреле «Импульс Севера» выступил соорганизатором образовательного интенсива в рамках проекта «Медиашкола Арти Регион». Полных четыре дня вместили в себя выступления девяти спикеров. Слушателями и активными участниками стали свыше 70 новоуренгойцев и гостей из соседних муниципальных образований. Эта цифра говорит о большой заинтересованности специалистов медиасферы в повышении своих профессиональных навыков. Была информация не только для тех, кто занимается конкретно журналистикой и работает в СМИ, но и также для тех, кто в принципе освещает медиа жизнь, ведет телеграм-канал, группы ВК. То есть достаточно большой объем информации был, сильные специалисты, очень красиво говорящие, было приятно слушать и было очень приятно познакомиться. Я уверен, что те сертификаты, которые вы держите сейчас в руках, это свидетельство того, что вы закончили полезную школу и получили полезное образование. Полезное – это что такое? Это значит, что вы сможете применять инструменты и новые знания, которые вы получили в этой школе, с пользой, с пользой для себя и для ваших аудиторий. Я с приятными чувствами вспоминаю свой визит в Новый Уренгой. Очень благодарен вам за встречу, спасибо вам огромное. Вспоминаю зоопарк и удивительного говорящего ворна. Это, конечно, очень яркое впечатление. Но и встреча с вами – это тоже очень большое впечатление. Еще раз поздравляю. Надеюсь, что увидимся с вами обязательно или в Москве, или в Новом Уренгой, или где-нибудь еще. Прокачка получилась действительно интенсивной. От приемов мобильной съемки до юридических нюансов. Стремление совершенствоваться – хороший пример для подражания. Советуем всем взять его на заметку и переходим к другим темам. Место, которое должен увидеть весь мир, где оно? По мнению авторов проекта «Визит Ямал», весь мир должен увидеть и узнать, какой красивый северный край. Именно поэтому был запущен всероссийский конкурс видеоконтента «Покажи Ямал». Величественные хриты Полярного Урала, уникальная культура северных кочевников, первозданная природа – все это хотят увидеть под другим углом, глазами жителей и туристов. Для участников конкурса доступно две номинации – «Ямал-летний» и «Ямал-документальный». Лучшие видеоролики получат денежные премии от 500 тысяч до полутора миллиона рублей. Заявки принимаются до октября, а имена победителей мы узнаем в ноябре этого года. Вся информация уже доступна на сайте. Его адрес на экране. Пока одни думают, как показать Ямал, другим пришлось вспомнить всю историю родного края. Да еще и без права на ошибку. Почему? Потому что отвечали на викторину о Ямале педагоги. Им еще пришлось побегать, попрыгать и даже поползать. Нет, не в наказание за неверные ответы. Просто самые отважные вышли на первый педагогический турслет. Я, кстати, там тоже был. Спойлер – это было не так легко, как может показаться. Какие у вас есть воспоминания со школьных времен? Наверное, те самые уроки физкультуры, когда вы занимались, а учителя просто смотрели. Или когда на уроке математики приходилось нервничать у доски, а учителя снова просто смотрели. Но сегодня все наоборот. Учителям придется бегать, прыгать, нервничать, решать сложные задачки. А мы за этим будем просто наблюдать. Это педагогический турслет. Мы решили провести первый педагогический туристический слет для молодых педагогов. Для того, чтобы молодые педагоги и школ, и дополнительного образования, и дошкольного образования совместно встретились, поучаствовали, познакомились, узнали поближе друг друга. И потом, чтобы они вместе могли реализовать какие-то возможные интересные проекты, продвигать какие-то интересные идеи. Это игры на сближении. Создается дружеская теплая обстановка, которая сближает. Испытания интересные, захватывающие, весело, задорно. У нас все получается. Каково сегодня быть по другую сторону доски, когда вам нужно выполнять задания, а не вашим ученикам? Это сложнее. Это намного приятнее. Я бы так сказала. Очень интересно, очень увлекательно и весело. Наверное, викторийна была самая более сложная. Остальное, в принципе, легко. Ничего сложного. Что сложного было в виктории? Ну, знания. Что мы там были? Знания Ямала. Я здесь для того, чтобы, во-первых, разнообразить времяпрепреждения своего рабочего дня. И, конечно же, повысить коммуникативность, коммуникабельность и, конечно же, коллективизм. Это очень работает на слаженность команды. Физогрогический тур «Слез». Ежегодно на Ямале определяют спортивную элиту – лучших специалистов в области физической культуры и спорта. В числе отличившихся за 2023 год – спортсмены, показавшие высокие результаты в масштабах города, региона и всей страны. Заслуженные награды получили преподаватели, судьи, организаторы, общественники физкультурной работы, окружной федерации, спортивные команды и предприятия, которые активно продвигают здоровый образ жизни. Благодаря вам сегодня те показатели, которые выполняет город в развитии физической культуры и спорта, стали возможными. В следующем году наш город празднует свой 50-летний юбилей. Еще больше появится новых спортивных объектов благодаря вашей поддержке. А также я верю, что еще больше будет побед, которые вы подарите нашему замечательному городу. Очень радует то, что, во-первых, создаются новые какие-то проекты. И Ямал не стоит на месте и постоянно развивается, ищет какие-то новые площадки, создает новые функциональные площадки. Это здорово, это только заряжает нас, спортсменов, тем более такой вид спорта, как у нас, он не сильно популярный. Но надеюсь, что в будущем о нас будут знать все. В Новом Уренгое впервые состоялся киберспортивный турнир «Кибер-Север». Впервые, потому что в этот раз участники боролись за победу не как обычно, сидя за компьютерами. Они передвигались по площадке арены виртуальной реальности. За происходящим наблюдали Юлия Шаркова и Богдан Жиделев. Для мамонтов, как сказала бы сейчас молодежь, эта картинка может показаться странной. Но для поколения миллениалов и зумеров здесь ничего необычного не происходит. Ребята просто играют на арене виртуальной реальности. И это первый в Новом Уренгое кибер-турнир подобного формата. Получается, моя серия мероприятий, они будут проходить в течение года. И они сделаны для того, чтобы привлечь молодежь к киберспорту. У нас был уже первый турнир, он проходил по дисциплине «Дота-2». То есть это было все-таки более попроще за компьютером. Потому что это было пробное, то есть понять, кому это будет интересно. И там я уже рассказывал ребятам о том, что у нас будет проходить вот так в VR. Выход из компьютерного стола и сделал этот турнир уникальным. Вместо клавиш здесь два джойстика-контройлера. Они передают специальные импульсы, которые видны только в очках виртуальной реальности. В них, кстати, обычное поле для игры превращается в поле битвы, где своих видно в одном цвете, чужаков в другом. Задача ликвидировать противника виртуальным выстрелом. Сам формат кибердисциплин, в принципе, звучит очень интересно, потому что очень много разговоров идет о том, что данная дисциплина войдет полностью киберспортивно. То есть ты не сидишь дома за компьютером, это активный, по факту, можно даже сказать, вид спорта. То есть, в принципе, прийти с друзьями отдохнуть, прям замечательная затея. Принять участие мог абсолютно каждый. Всего заявилось 50 участников. Кто-то пришел один, кто-то собрал целую команду. Ну, во-первых, это активный отдых, плюс еще с товарищами. И это может быть довольно-таки весело. И вот мы решили попробовать. Игра в целом командная, так что если кто-то заявился один, играть в гордом одиночестве не выйдет. Такого участника жеребьевкой добавят к какой-нибудь уже сформированной команде, а победитель будет определен по числу нанесенных ударов, которые приравниваются к набранным баллам. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». В субботу, 18 мая, выйдет в свет свежий номер газеты «Правда Севера». В нем вы найдете много подробностей о событиях и людях Нового Уренгоя и всего Ямала. Мы расскажем, какие дорожные стройки принес этот летний сезон, кто измерил территорию нашего арктического региона государствами Европы. Отправим вас в эпоху хрущевской оттепели и расскажем, где научиться вязать узлы. Читайте, господа, это модно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ждет афиша предстоящих событий субботы и воскресенья. А я прощаюсь с вами и желаю хороших выходных. До свидания. Афиша предстоящих событий субботы и воскресенья. Афиша предстоящих событий субботы и воскресенья. До свидания. До свидания. Афиша предстоящих событий субботы и воскресенья. Субботы и воскресенья. До свидания. До свидания. Субботы и воскресенья. Субтитры подогнал «Симон»